Приветствую вас. Я думаю, что проблема заключается в наличии у вас строго жертвенной позиции, строго жертвенной модели поведения, строго жертвенного восприятия того, что происходит. Например, вы почему-то считаете, что та девушка отбила у вас парня, хотя на самом деле никто у вас никого отбиться в принципе не мог, потому что мужчина, допустим, сам решил, как бы от вас уйти, уйти к ней. Вот. А вы почему-то это для себя не учитываете. То есть вы в некоторой степени обесцениваете выбор своего молодого человека, вот, считая, что эта девушка отбила. Если он ушёл от вас, если он ушёл от вас, ушёл к ней, то ты ещё и быстро это сделал, то разве не означает данный факт, что по сути отношений у вас уже не было как таковых? Не означает ли этот факт, что парень вами не дорожил? Не означает ли этот факт, что мужчине вы были не особенно нужны? Вот. Ну, потому что, в противном случае, он бы никогда вас не оставил. Понимаете, какая штука? Другое дело, что вам это нужно признать. Другое дело, что вам нужно на это посмотреть вот так, вам нужно посмотреть на это в такой точке зрения, а не в той точке зрения, что кто-то кого-то увёл. Вот. То есть ещё раз, если в отношениях между людьми всё хорошо, то есть если в отношениях между молодыми людьми, между любящими людьми всё в порядке, то никто никого увезти не может в принципе. А если увеличить, значит, отношения вами, именно, повторюсь, вами, выстраивались уже на заранее заведомо деструктивной позиции. То есть проблема, она в этом заключается. Основная в том, что вы отношения свои выстраивали. Как-то не так. В том, что вы отношения свои с мужчиной выстраивали. Не искренне, судя по всему. Да? Не смогли поставить себя. Ах... Ну... С ним не смогли поставить себя в отношениях с ним. Так, что он вас и не сценил. Ого. То есть, почему-то здесь вы на мужчину своего, ну, бывшего, да, вот, ответственности никакой не нагладывается, понимаете, какая штука, почему-то, то есть, с этим нужно разбираться, почему на человека вы никакой ответственности не возлагаете, когда это произошло, а вините только друг другу девушку. Дальше, вы почему-то не возлагаете никакой личной ответственности на себя уже теперь за то, что произошло. То есть, если мужчина не был с вами, если мужчина от вас так быстро ушел, значит, его в отношении с вами что-то не устраивало. И в этом, в том, что его в отношениях что-то не устраивало, ответственно и вы, в том числе, и он, и вы, но никак не эта девочка. То есть, вы сами построили такие отношения, которые оказались, оказалось легко разрушить. Почему? Потому что, потому что, что-то в вашей модели поведения к этому привело. Так давайте и поисследуем. Давайте поисследуем. Что конкретно вы делали? Как конкретно вы выстраивали отношения с этим мужчиной? Что ваше отношение оказались, оказалось, так легко разрушить. Вот. Понимаете? Какая, какая штука? На этот вопрос тоже необходимо ответить. Дальше. Вот вы пишите, думала о том, что она лучше меня, такая яркая, сексуальная, откровенная фото, тренировки, длинные, роскошные волосы, я обычная. То есть, что мы здесь имеем? Здесь мы имеем то, что вы себя сравниваете с другим человеком. То есть, любое сравнение это обесценивание себя, любое сравнение это ориентир на другого человека. При том, что происходит игнорирование, игнорирование своей собственной индивидуальности происходит, происходит игнорирование своей собственной уникальности. Понимаете? Происходит то, что вы игнорируете себя. Игнорируете свои достоинства, свои как бы уникальные черты. Вот. Понимаете? Какая штука. И это очень важный момент. Почему вы так поступаете? Игнорируете свои уникальные черты. По какой причине вы обесцениваете их же? Да. С этим нужно исследовать. С этим нужно работать. Это нужно исследовать. Да. Именно по этой причине вы себя и сравнивали с другой девушкой. Дальше я все не могу ей простить этого. Собственно говоря, вы не можете этого простить. Почему? Для вас так парень важен был? Или вы без его не смогли устроить свою личную жизнь? Кстати, а для чего она вам, зачем она вам? Или вы считаете, что она не должна была так поступать? Если у меня были какие-то обязательства перед вами. Какое право вы вообще имеете кого-то прощать? Какое право вы вообще имеете право считать, что кто-то что-то завершать был не должен? Я еще раз, Марина, вам повторяю, что если другая девушка, как вы говорите, отбила у меня парня, это означает, что у вас, парня, было что-то не так. Это значит, что у ваших отношениях были какие-то проблемы. Кроме того, вы по какой-то причине абсолютно обесцениваете и упускаете из виду волю парня. И ваш общий вклад в отношениях. А другая девочка, она просто вскрыла проблемы. Она просто вскрыла проблемы. Она увидела, что парень ваш, например, не уверен в себе. Она увидела, что парень ваш, например, сомневается. Она увидела, что парень ваш, например, там, ну, допустим, не так уж не уверен в том, что хочет быть с вами. Так у меня вопрос. У меня возникает тоже вопрос. Как вы можете кого-то простить, если вы не в силах прощать? Потому что, ну, вы не бог, вы не можете никого прощать. И прощать и оценивать вы никого не можете. Так как же хотелось бы у вас простить эта работа. Вот именно в вашем случае. Знаете, какая штука. Далее, чтобы простить, если вы действительно хотите простить. Чтобы простить, нужно понять. Нужно именно понять. Понять, почему произошло именно так, а не иначе. Понять, почему случилось то, что случилось. В том числе и со своей точки зрения. В том числе и себя спросить, почему так случилось. То есть это ведь и ваша ответственность. В том числе тоже. Что такая история имела место быть. Понимаете? То есть нужно принять личную ответственность за то, что произошло с вами. Нужно принять личную ответственность за то, что случилось, как бы у вас в отношениях. Тогда вы и сможете наконец понять, почему она так поступила. Принять ее поступок. Ответить себе на вопрос о своих желаниях. Который вас, конечно же, волнует. Вот. Но это в данном случае нормально. Абсолютно. Что вас волнует это. Вот. И, соответственно, уже после этого можно будет о чем-то говорить. Уже после этого можно будет, значит, что-то вам рекомендовать. Вот. Вот. Вот так. Примерно. Примерно так можно вам ответить на вопрос. На ваш. Который вы питаете. Ваша ненависть, она скорее всего связана именно с тем, что вы потеряли. С уходом молодого человека своего. Именно отсюда у вас ненависть. Именно отсюда у вас идет агрессия. Что значит для вас мужчина? А чего вы лечили с его уходом? Давайте подумаем. И на эту с вами тему также. И только вот. И только тогда можно вам будет помочь. Понимаете? Вот. Вы пишите, что вы чувствуете себя неполноценной из-за нее. Но я думаю, что вы чувствуете себя неполноценной всегда. Она только продемонстрировала вам, что у вас есть определенные проблемы. Она показала вам, что у вас есть определенные трудности. Но неполноценной чувствовали вы скорее всего себя всегда. И опять же это не из-за нее. Вы о себе скорее всего всегда были такого мнения. Вы о себе скорее всего всегда были мнения невысокого. И вы скорее всего себя всегда же обесценивали. То есть девочка здесь ни при чем. Посмотрите в интернете треугольник Карпмана. Я полагаю, что в качестве первого шага к решению вашей проблемы это пройдет идеально. А дальше уже можно будет о чем-то говорить. Дальше уже можно будет вам помочь. Я полагаю. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи.